История хоккея на Щелковской земле берет начало еще в середине прошлого века. И не было того мальчишки, который не стремился бы забросить шайбу в ворота соперника после школьных уроков или в перерывах между ними. Какая же зима без хоккея? Казалось, эта игра не прекращалась ни во дворах, где воротами часто служили школьные портфели, ни в хоккейных коробках, которые строились при крупных предприятиях Щелково, а порой самостоятельно юными хоккеистами возле дома. Пришла зима, все, лыжи, санки, коньки. То есть компьютеров не было, телевизор, четыре программы и все где? Все в дворе. Как говорится, раньше с улицы не загонишь, а сейчас порой бывает не выгонишь из дома. Азарт, эмоции, да, клюшки там лепили, делали из двух, делали одну. Вот. И гоняли мало того, что там на коньках, и гоняли и на топтом снегу, и на валенках, и там и без коньков играли. И вот дали коньки там на пять, на семь размеров больше. Это была очень большая радость. Мы с братом их по очереди мерили и спорили, кому побольше покататься. Хоккейные команды были в каждом поселении, создавались при фабриках и организациях. Но настоящим центром притяжения любителей этой игры был стадион «Химик» на Дальнем Воронке, где сегодня располагается детский стадион. Атмосфера была неописуемой, можно сказать. Народу ходило, полный стадион был. И мал, и велик все приходили. Стадион «Химик» был открыт в 1960 году. Здесь проводились различные соревнования в нескольких возрастных категориях среди мальчиков, юношей и взрослых игроков. Чемпионаты районного и областного масштаба, а также соревнования класса «Б» среди взрослых команд. Щелковские хоккеисты всегда громко о себе заявляли. Наша команда была лидером в своей группе. Приезжали армейцы Москвы, ЦСКА, команда приезжала, значит, «Динамо», «Крылья Советов». Правда, счет был внушительный. Проигрывали с большим счетом в пользу москвичей, но все-таки мы пользовались авторитетом. Весь город собирался и приезжали из ближайших городов. Это был настоящий праздник. Особенно мы детьми были, когда мастера тут играли. Это вообще не забывание, не впечатление. Начал играть я с 65-го года. Сначала организовалась дворовая команда при заводе. И вот мы с нее так и пошли, пошли, пошли. Мальчики, юноши, взрослые. И спустя десятилетия они снова на льду. Команда щелковских ветеранов хоккея 50+. Но возраст – лишь цифра. Выходя на лед, кажется, они забывают о том, что уже седые, что уже есть внуки. Хоккеисты как будто вновь попадают на химик, где все начиналось. Свою команду щелковские ветераны создали в 2003 году. Многократные победители и призеры областных, всероссийских, международных турниров и чемпионатов среди любительских команд. Они играют не только в России, но и за ее пределами. Латвия, Швейцария, Чехия, Финляндия, Канада, США, Беларусь. Десятки матчей. Щелковские ветераны хоккея не раз завоевывали главные трофеи международных турниров, порой отстаивая честь не только малой родины, но и всей страны. И, конечно, за любой победой стоит труд. Порой завоевать золото команде было непросто. Особенно запомнился хоккеистам турнир, который проходил в Соединенных Штатах Америки в 2008 году. Итак, Лас-Вегас, Кубок Челлендж Кап, участники команды из США, Канады, Франции и России, в том числе и щелковские ветераны. В составе соперников – хоккеисты НХЛ и даже обладатели Кубка Стэнли. Тем не менее, среди команд соотечественниц Щелковская – единственная, кто прорывается в финал. Впереди игра с хозяевами турнира американской командой «Роялс». С самого начала схватки стало понятно – честного поединка и справедливого судейства не будет. Наверняка хозяевам турнира не хотелось, чтобы Кубок уехал за океан. По ходу матча вместе с напряжением росло и количество удаленных щелковских игроков. В какой-то момент оно и вовсе превысило число хоккеистов на скамейке запасных. В середине третьего периода проигрывали 3-2. В этом матче были все атрибуты хоккея. Удаление до конца игры, подножки и даже драки. Но остаться и продолжить борьбу, несмотря на субъективное судейство и, по сути, хамское отношение, помогла активная поддержка соотечественников. Ведь трибуны не утихали. Россия, Россия поддерживали наших игроков-болельщики. В тот момент щелковские ветераны хоккея боролись за победу, отстаивая честь страны. За нас болели все команды наши. Приятно было слышать российский голос. Нас поддерживали. Мы не удали югоистов. Мы стояли в честь своей страны, России. Гордость за свою страну, что все-таки и у нас есть хоккей такой непрофессиональный. Поддержка была. Во-первых, мы очень дисциплинированная команда. Представляем свою страну, как и в моральном, так же в физическом плане. Почему? Потому что мы достойно, ну как говорится, ведем себя на экскурсии. То есть мы знаем, что мы находимся вдали от родины, представляем свою страну. Поэтому мы всегда гордимся за то, что мы представляем ее. Нас очень часто приглашают, потому что мы одна из таких самых джентльменских команд. Почему? Потому что мы никогда не грубим, не хамим. Вот. У нас, ну как бы воспитание, наверное, такое. Так и на том турнире они с достоинством в конце третьего периода сравняли счет, а то, выйдя в овертайм, и вовсе продемонстрировали всю мощь русского хоккея. Итог 4-3 в пользу щелковских ветеранов. Наша команда – первый отечественный обладатель главного трофея турнира за всю историю. Победитель Челлендж Кап 2008. Стоит отметить, сама награда – уменьшенная копия Кубка Стэнли. Небольшой Щелкова в мире любительского хоккея знают в разных уголках нашей страны и за ее пределами. Щелковские ветераны выходят на лед и обыгрывают команды городов с миллионным населением. Под эгидой «Народный хоккей 50+,» областная наша организация проводила, вот это был 2019 год, май месяц. И параллельно проходил турнир «Народный хоккей 50+,» и «Ночная хоккейная лига». Вот мы, конечно, там хорошо сыграли. Несколько дивизионов, вот мы в самом дивизионе выиграли этот турнир. В МПХЛ, «Инперсональная хоккейная лига», тоже там турнир выиграли, там 2011 год. «Единственная одна команда нашей спарта города Щелково, которая выиграла и регулярный чемпионат, и кубок. По результатам этой победы наши спонсоры наградили нашу команду поездкой в Турцию». А среди недавних побед золото открытого турнира объединенной корпоративной лиги, который проходил в Нижнем Новгороде летом 2020-го, а также кубок памяти хоккеиста «Саратовского кристалла» Юрия Корчина. В этих состязаниях щелковские ветераны принимали участие два года подряд, оба раза уезжали победителями. Все награды завоеванные командой хранятся в Литвиново, в местном спортивном клубе. Здесь на стадионе ранее проходили и тренировки хоккеистов в зимний период. Пожалуй, самой заветной мечтой спортсменов на протяжении многих лет был Ледовый дворец в родном Щелково, потому как летом и в межсезонье приходилось искать площадки для игры в хоккей. «В свое время я работал начальником команды «Химикой Атлант», и я как руководитель клуба брал под себя лед в мытищах в понедельник-четверг в 19.00. Четыре года бесплатно команды, вот эти ребята ездили ко мне и занимались. Вы просто гордитесь этой командой». В декабре 2015-го мечта щелковских хоккеистов сбылась. В городе открывается ледовая арена, получившая имя легендарного хоккеиста Владислава Третьяка. Открытие учреждения дало новые возможности развития любимой игры в Щелково. Возможности проведения тренировок и соревнований круглогодично, формирование новых команд, развитие хоккея среди подрастающего поколения. Возможно, молодым хоккеистам удастся повторить триумф чемпионов прошлых лет, ведь у них есть пример для подражания. Команда щелковских ветеранов хоккея, добившаяся удивительных для небольшого подмосковного города высот в национальной игре. Они с гордостью представляют и прославляют родной Щелково и Московскую область на состязаниях страны и мира. Другой такой хоккейной команды пока нет. Вот где активное долголетие. А сегодня команда щелковских ветеранов хоккея готовится к выступлению на областном чемпионате народной хоккей 50+. В планах поездка на турнир в Казани, состязания в Нижний Новгород, которые состоятся в конце мая. Этот год для хоккеистов особенный. 60 лет назад открылся стадион «Химик» и началась история щелковского хоккея. Ветеранская команда продолжает славные традиции и стремится к победам. Остается пожелать нашим спортсменам сопутствия фортуны и дальнейших успехов в любимой игре.